всем привет сегодня у нас важная интересная тема поговорим на типичные и нетипичные ошибки которые вы можете совершить при ремонте вашего прекрасного санузла перейдем сразу к делу начнем с первой самой популярной ошибкой которую некоторые клиенты считают что это делать правильно моё же мнение диаметральное этому что это наоборот ошибка и связано с тем что очень любят освещение канальный вентилятор запитывать на одну клавишу типа не надо заморачиваться ты зашел щел но он у тебя всегда базово работает и да это мнение имеет право на жизнь но я вам приведу простой пример когда вы хотите принять ванну или вам не нужно им пользоваться этот шум он просто начинает очень часто людей бесить и они не задумываются об этом до того как въедут в квартиру а потом уже очень сильно об этом жалеют поэтому вот это базово необходимо прорабатывать именно на начальной стадии и самое важное не просто разместить клавишу снаружи это тоже ошибка связанная с 1 а и разместить ее именно внутри вашего санузла что если вам все-таки необходимо его включить то вы взяли чикс и решили эту проблему вторая типовая ошибка я бы в ее вообще в отдельный блок вынес это ошибки связанные с теплым полом есть очевидные опять-таки и неочевидные первая очевидная ошибка с теплым полом если вы начинаете его укладывать и не заливаете сверху наливным полом плиточники или клиенты могут со мной поспорить типа да без проблем спокойно керамогранит сверху положим и все будет в порядке но не дай бог вы разбили плитку не дай бог вам ее нужно заменить вы автоматически попадаете на замену также теплого пола потому что если вы хоть один участок на нем повредите все баста он не будет работать особенно важно не только кстати при работе с санузлами а к примеру если вы делаете в зону кухни гостин и у вас там к примеру 15 квадратов керамогранита всегда должен быть наливной пол и только потом вы укладываете саму плитку следующая ошибка связана с теплыми полами это когда вы начинаете размещать терморегулятор как аппендикс куда-то на одну из стенок и вдвойне это странно смотрится когда он еще из другой серии ну не с вашими выключателями розетками то есть у вас здесь к примеру там шнайдер или грант ну без разницы можно перечислять сколько угодно и белый терморегулятор ну пипец как странно и опять-таки про это не думают и в конце жалею лучше всего если вы терморегулятор пихаете вместе в одну рамку смотрится эстетично аккуратно но важно про это не забыть при составлении вашего дизайн проекта следующая и третья ошибка по счету она уже более глобальная это когда вы недооцениваете ваш проект в целом к примеру у вас есть широкоформатный керамогранит или в принципе сложная работа с плиткой где много заусовок под 45 градусов в таком случае вам обязательно нужно правильно выбрать подрядчика честно вам скажу все они заявляют то что мы все можем мы классные все супер не переживайте знаю про что говорю потому что я сам собеседую людей на работу и езжу проверяю их объекты прежде чем дам им объект для исполнения и вот в этом и кроется кроегольная ошибка если вы не посмотрите работу плиточника на объекте это относится как частникам так и компаниям не стесняйтесь требовать у ваших исполнителей съездить на объект и посмотреть пример аналогичной работы и да кто-то скажет что это будут проблемы подрядчика но вы же тоже потеряете время а как следствие нервы и денежку поэтому обязательно перед тем как выполнять работы в санузле независимо от того делается ремонт в ключ или вы просто делаете ремонт санузла необходимо посетить и посмотреть работу плиточника посмотреть как они делают раскладку как выдерживают геометрию как делают запилы под 45 градусов и тогда уже после этого спать спокойно четвертая ошибка связана с частично с предыдущие и это тоже связано с базовыми вещами до начала работ и здесь уже касается это закупки и раскладки керамогранита эту ошибку часто совершают дизайнеры даже опытные и прорабы в том числе заключается в том что на развертках дизайн-проекте мы смотрим плитку и вроде как у клиента вопросов нету но ее обязательно необходимо отрисовывать на объекте а до того как вы купили плиту надо еще раз поштучные и пересчитать в чем ошибка то спросите вы вот по этим разверткам люди берут и закупают в объеме ну то есть примеру у вас получилось 50 квадратных метров по стенам и люди такие добавим 10 процентов и отправим плитку на объект нифига если вы начинаете и считать именно поштучно по раскладке может оказаться что вам на 50 квадратов нужно ее будет 60 или 65 или 70 квадратных метров а плитку ваша могут снять производства сожалению я с такими проблемами сталкивался мягко говоря неприятно их потом решать но и перед тем как мы перейдем в пятой ошибки буду вам очень признателен за вашу поддержку мы делаем контент и очень надеемся на вашу обратную связь это всегда приятно и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы если у нее у вас были по предыдущим и мы переходим к 5 заключительный и как ни странно самый неочевидный но важной ошибки и она связана затиркой от казалось бы вы уже уложили керамогранит подобрали рисунок все вам приехал укладочку вам понравилось запилы понравилось казалось бы чем может пойти не так может наступить всей вашей работе потому что затирку тоже нужно уметь делать отдельно особенно если идет работать с эпоксидом необходимо подготовить правильно поверхность необходимо гладенько сформировать шов сделать затирку таким образом чтобы она была непрерывной и не было вот этих точек чтобы она не проваливалась потому что если она сделана некорректные с ошибками все ваши труды которые вы сделали они могут просто пойти на смарку и как и в случае с третьим пунктом и здесь тоже нужно уточнять у мастера умеет ли он делать затирку если делается эпоксид работал ли он с ней попросить примеры работы или лучше точно также посмотреть в живую потому что опять-таки бывают как ни странно случае чтобы есть очень талантливые плиточники но затирку они делать не умеют да прикиньте и это очень частая ситуация к сожалению на рынке и вот таких вот ошибок накапливается очень много не только в санузле есть еще другие помещения кухня прихожая лоджия перечислять не буду но для того чтобы не попасть в эту ситуацию у меня составлен авторский чек-лист я его делал вместе с командой в котором прописаны все этапы ремонта на что обращать внимание как делать тот или иной узел в общем очень важная информация которая вам сто процентов поможет при ремонте вашей квартире и он совершенно бесплатный а чтобы получить его достаточно просто перейти по ссылочке которая у нас есть в описании к этому ролику забирайте пользуйтесь и пусть ремонты ваши пройдут легко ну а с вами был леонид скил ремонт и если у вас остались вопросы пишите их комментарии ну а если вам просто понравилось видео поставьте лайк и до новых встреч